Всем привет! Привет, наши любимые телезрители! Меня зовут Даша Максименко, а я Лада Васильева. И прямо сейчас вы смотрите стильное, яркое, вкусное шоу для всей семьи «Media and Stars». Мы подготовили для вас новый выпуск, а это значит, что ближайшие полчаса хорошее настроение вам точно обеспечено. Традиционно говорим, оставайтесь у экранов своих телевизоров, а мы начинаем! Лада, признавайся, любишь изучать химию и физику в школе? Нет, для меня это скучно и иногда вообще непонятно. Уверена, прямо сейчас ты изменишь свое мнение. Ведь научишь здесь сюжет о приключениях нашего корреспондента в детском научном клубе «Молекула». Ты думаешь, этот сюжет сможет меня заинтересовать? Конечно, ведь они на практике помогают понять детям, что наука – это увлекательный мир. Учителя тоже говорят «Увлекательный мир». Пока еще не сработало. Давай перестанем спорить, а будем смотреть? Думаю, и тебе, и зрителям будет интересно. Тогда не спорю. Смотрим! Привет всем юным ученым! Меня зовут Виктория Суховская, и сегодня я приглашаю вас на встречу к научным приключениям в клуб «Молекула». Каждый день в «Молекуле» ставят новые эксперименты, и сегодня я попробую себя в роли фармацевта на программе «Опыты и лекарства». Кроме интереса к необычным реагентам, мы на практике сможем увидеть, что такое марганцовка и почему с ней надо аккуратно обращаться. Сегодня мы сможем сделать антисептик по рецепту самого Комарова. И огонь загорится. Попробуйте, ну именно вверх, хорошо? Попробуйте. У меня. А я не могу. И убираем. Фламя наше становится каким? Зеленым. Эксперимент с антисептиком. Из-за этого нам понадобятся еще таблетки. Таблетки. Называется это глюконат кальция. Мы наблюдаем, как она горит, а потом подношем в область действия кислорода. И она горит просто более ярко. И быстрее. И быстрее сгорает, да. Сначала мы положим вот так вот две таблеточки, а пятую можно посерединке сгорать. Эй, меня спадывают. Сейчас он походу будет гореть. Или открываться. Гореть. Точно. Точно. Или открываться. Гореть. И что это получилось? Мы поджигали зажигалки. Я просто сам. От таблетки. Я сначала подошла антисептик, положила таблетки. И все закорилось. Замечательный подарок. Обожаю подарки. Давайте вот этому оператору сделаем колбасу. Давайте. Валентин, убегай. Мы будем делать сами с вами антисептик. Откройте, пожалуйста, такой пачок, и у вас стоит вот так вот. Отлично. Сейчас перевешиваем обычную воду. Два миллилитра и спирт пять миллилитров в колбочке. Чувствуешь? Чувствуете? Я вот через это. Ну а с вами была я, Виктория Слуховская. Всем до новых встреч, удачных вам экспериментов. Пока-пока. Согласись, что давно наша команда не делилась интересными интервью со звездными гостями. Кстати, ты знаешь, кто такой Эван Рай? Знаю, знаю. Его третий крутят на радио. Он модель метро Вячеслава Зайцева. А еще он открыл свое модельное агентство. Наши девочки, Ивета и Полина Будаевы, общались с ним лично и сказали, что он классный и открытый парень. Наши девочки тоже классные и открытые. Поэтому нашему гостю, если можно так сказать, тоже повезло с компанией. Кстати, ты не знаешь, о чем они там говорили? Интересно? Тогда самое время запускать в эфир наш звездный сюжет. Будет весело, познавательно и немножко неожиданно. Полностью с тобой согласна. Давайте уже смотреть. Всем привет. Признавайтесь, соскучились по интересным героям и неожиданным фактам из жизни звезд. Не сомневаемся, что да. И поэтому сегодня мы, Ивета и Полина Будаева, организовали встречу с молодым человеком, который точно вас, девочки, не оставит равнодушными. Зовут нашего сегодняшнего гостя Эван Рай. Эван Рай, он же Иван Игнатович, певец, композитор, модель. А теперь еще и основатель и руководитель модельного агентства для девочек 30+, Эван Моделс. И самое главное ты забыла уточнить. Ну да, еще он очень симпатичный. Надеюсь, он нас не услышит, а то как-то неудобно будет. Здравствуйте, как ваше настроение? Здравствуйте, девчат. Нормально, бодренько. Сейчас с вами еще раз проснусь второй раз, потому что сегодня такие дни, с такой погодой, конечно, сложно настроить график какой-то работы, но с вами мне это получится. Давайте знакомиться. Меня зовут Ивета. Меня Полина. И мы сестры. Ничего себе круто. У меня тоже есть брат. Сегодня наша беседа будет проходить в формате игры. Как именно, мы расскажем чуть позже. Вначале есть вопрос. По образованию вы юрист, правильно? Да, абсолютно верно. Моделью, причем сразу у мэтра Вячеслава Зайцева, вы стали не запланированно. Запели, насколько мы знаем, тоже случайно. А кем вы хотели стать в детстве и как ваша жизнь была связана с творчеством в нашем возрасте? У меня был достаточно такой простой очень район, у меня очень простые родители. И мы как-то просто даже не задумывались, я никогда в жизни не думал, что я буду в творчестве, потому что у меня папа милиционер, мама кондитер. И как-то я даже не знал куда, вот, наверное, юридическое что-то. Насчет того, кем я хотел быть, я, честно говоря, даже и не задумывался, потому что в вашем возрасте я еще даже не знал. Вот вы уже тут сидите какие-то такие молодцы. А ко мне все это пришло очень спонтанно, очень случайно. И, конечно, начиналось все с обычных конкурсов музыки, творчества, такого вот все. Потому что надо было чем-то заниматься, а лучшее, что было в школе, чтобы получить по физре пятерку, это сходить, выступить на какой-то конкурс. Мне сказали, что у меня есть потенциал, что, пожалуйста, придите вот в наш кружок, там преподаватели нам очень надо набрать группу. Ну и я от класса, от нашего класса в школе пошел в такой творческий, певческий, вокальный кружок. И вот если очень глубоко копаться, то где-то началось это уже тогда, в классе пятом, наверное, четвертом, где-то вот так вот. Говорят, что в Беларуси шоу-бизнеса нет, хотя мы лично собираемся его покорить. Последние несколько лет вы провели в Киеве. Какое основное отличие белорусского и украинского шоу-бизнеса? Почему здесь? Стараешься-стараешься, а тебя никто не знает. А там, если ты человек с телькой или со сцены, то выходить из дома без охраны, наверное, страшно. Или у нас сложные сведения? Да нет, вы знаете, мне пришлось быть директором одной концертной площадки, одного ресторана. Он назывался «Сценарию кафе», там выступали абсолютно все артисты. И был шоу-проект «Голос». Дети. У нас проходил финал, когда выходили эфиры. У нас собирались все дети, все победители проекта «Голос». И у меня была возможность понаблюдать за ними. Как раз это ваша тема, я вот могу с ней поделиться. Знаете, дети там отличаются тем, что они настолько импульсивные. В них намного запалось больше, чем у взрослых. То есть то, как они себя ведут. Они очень быстрее микрофон взять, покричать песню. И это все происходит в соревновательном процессе. Мне кажется, именно соревновательный процесс в Украине, в Киеве, и отличает соревновательный процесс между артистами, взрослым шоу-бизнесом и шоу-бизнесом из Беларуси, тем, что вот там есть соревновательная такая жилка, а здесь у нас все так больше на релаксе, каждый занимается собой, и нету какого-то вот движения. Когда есть соревновательный процесс, всегда хочется быть лучше. Окей, чтобы наша беседа проходила веселее, будем играть в нашу традиционную игру «Было-не было». Ваша задача отвечать быстро и честно. Ну и можете дополнять свои ответы, конечно. Быстро и честно – это хорошее уточнение. Тут уже не придумаешь. Ваши песни становились хитами на радио? Да, вы знаете, я слежу за ротациями. У каждого артиста есть авторская такая сводка, где он видит, на какую сумму ротируются песни. Вот уже 8 лет мои песни в активной ротации. Я это вижу по авторским отчислениям, я это вижу по количествам радиостанций, которые ротируют. И я не могу их назвать хитами, чтобы, знаете, там, как Солодуха вышел, и ух, все там могут петь. Но я знаю, что я взял свою нишу, свой формат, свой радиоформат. Спасибо за моей команде, что достаточно современные по сей день, раз они ротируются. Готовили когда-нибудь кулинарный шедевр? Я не дохожу до кухни. То накормят, то я сам что-то такое, перекус себе сделаю. И, в принципе, мне достаточно. К сожалению, похвастаться кулинарией я не могу. Плакали от счастья. Да, это было кстати. У меня сегодня день рождения. Поздравляю! С днем рождения! Спасибо, спасибо. И как раз-таки на день рождения, где-то лет шесть назад, меня пригласил друг. Это режиссер, он был режиссером Славянского базара, Сергей Гонсалес. И как-то я пришел, у него был клуб, я пришел просто в гости, он пригласил Вань, давай встретимся, поговорим на счет проектов. Я прихожу, и просто весь клуб, все горит, все вот эти хлопушки, это сумасшедший дом там был, все друзья собрались, все начинают поздравлять. И у меня просто из-за такого количества эмоций, знаете, когда кардинально не ожидаешь ничего такого, просто такое, знаете, как в американских фильмах. Вот тогда это был эмоциональный момент, тогда я даже помню, что есть даже видео, как раз они тоже точно наснимали этого всего там. Не отвечали на сообщения. О, с этим огромная проблема, даже сегодня поздравляют, не знаю, как реально ответить на все сообщения. Я больше себя не считаю медийным персонажем, я больше такой публичный человек, который где-то взял музыкой, где-то знакомствами, где-то тусовкой, вот. Поэтому друзей, знакомых, конечно, очень много, и отвечать многим не получается. Вас принимали когда-нибудь за другого человека? Это огромная моя проблема, потому что, мне кажется, публичным человеком я встал, потому что стал. Потому что все меня с кем-то путают. Черты лица у меня тоже достаточно классические, и они подходят под много разных типажей. И куда бы я только ни пришел в любую компанию в Беларуси, я тебя где-то видел, я тебя где-то знаю, ты похож там на... Я даже уже начал выписывать тех людей, на которых я похож. Самый главный вопрос в том, знают они меня, как меня, или знают они меня, как кого-то там. Мечтали спеть с кем-то дуэтом? Да, конечно. У каждого человека есть свои музыкальные кумиры, и каждый хотел с каким-то кумиром спеть. Конечно, хотел бы, возможно, с девушкой. Мне очень нравится творчество девушек. У меня красиво сочетаются с ними голоса, в принципе. Поэтому я, конечно, с кем-то бы спел дуэт. Гордились собой? Только если перед родителями. Потому что они мной очень гордятся, и перед ними как бы, да, а так я перфекционист, поэтому всегда чего-то не хватает. С было-не было, мы справились, но у нас появился еще один вопрос. Вы нам сегодня сделали очень много комплиментов на то, что у нас еще все впереди. Что, если мы все-таки захотим петь, и как нам написать свою песню и продвинуть ее на радио? Ну, для начала нужно найти хорошую команду. Как ее найти? В принципе, можно где-то что-то почитать в интернетах, или тут срабатывается рафанное радио. То есть, каждый преподаватель, каждая студия должна знать каких-то людей, которые работают в музыкальной сфере. Что можно сделать? Встретиться с этими людьми, показать себя, сказать, что я отлично выступаю, я хотел бы делать уже карьеру. Выбрать с родителями, с преподавателями формат музыки. И когда вот уже песня будет готова, когда она вам реально понравится, когда вы реально будете ее петь и понимать, что она вот, вот эта песня отражает вас, и вам очень комфортно, удобно ее петь, и она вам нравится. Вот это очень важно, чтобы еще было. И для того, чтобы попала песня, нужно просто сесть родителям или вам и открыть каждую радиостанцию. У каждой радиостанции есть обратная связь. И получается, вам надо выйти на человека и выслать просто эту песню ему на e-mail. И отправить эту песню на все радиостанции, которые у нас есть. Это все разлетается тоже. Если песня хорошая, конечно, очень большой процент, что ее возьмет большее количество радиостанций. Все зависит только от вашего творчества. А теперь будем играть в игру «Верю-не верю». У нас есть карточки, и в этих карточках написаны темы. Вы выбираете любую, и вам надо рассказать три истории на выбранную тему. Две из которых правда, а одна ложь. Но нам догадаться, где вы нас попытались обмануть. А, да? Даже так. Ну, давайте попробуем. Так, другая сторона «Эван Рай». Моя другая сторона, да? Ну, я никогда не ел мясо на кости. То есть у меня проблемы с мясом. Я сразу представляю животное, у него есть детки. И не представляю, как можно отрезать кость. То есть вот это у меня очень никогда не кушал мясо на кости в жизни. Второе. Я очень люблю мультфильмы. Мультфильмы я люблю смотреть больше, чем это делает любой другой человек моего возраста. Вот. И третий. Я занимался профессионально греблей. Вот. Лодки, все дела. И вам надо сейчас придумать, что же, где же я вам сказал неправду. Любимый мультик? Если вы так любите мультфильмы. Так, любимый, но их много. Я же... Вот, назовите три самых любимых мультика. Хорошо. Остров сокровищ, мультик называется «Дом» и мультик называется «Тарзан». Блин, я не знаю. А сколько вы занимались греблей? Я учился в спортивной школе и греблей я занимался, ну, вот, получается, это были пятиборья, все в совокупности. И это было где-то года три. Мне кажется, это правда. Две правды и одна ложь. Значит, еще одну правду нужно найти. Мне кажется, мясо на кости – это ложь. Хотя есть, конечно, такие люди, которые не любят мясо, потому что представляют все у этих животных. Окей, а вы едите мясо вообще? В целом я могу скушать мясо, но мне кажется, это потребность человека, именно такая физиологическая потребность человека. Я не знаю, ну, давай первая – это ложь или правда? Первая – ложь, а два остальных – это правда. А первая – вы давайте ложь. Первая – ложь – это с косточками эти. Да. Нет, неправда. Блин. А ну-ка, вторая вот интересная. Мультики – это неправда, да? Мультики – это неправда. Ну, хорошо, пусть мультики будут неправды. И опять нет. Все-таки греблей. Хотя почему-то я подумала, что греблей вы все-таки занимались. Потому что так прям разворнуто все сразу. А ну, правда, я учился в спортивной школе, но я был КМС по плаванию. Вам понравилось сегодняшнее интервью и наш разговор? Конечно, несомненно. Я сейчас получил огромный заряд энергии. Как раз в такой день, как сегодня, мне это очень не помешает. Вот. Вы очень обаятельные и классные. Поэтому, если что, я всегда предлагаю вам мою помощь. Если что-то надо будет сделать по творчеству, с музыкой или дать какой-то совет, я обязательно вам помогу, чем смогу. Спасибо большое. Желаю вам удачи в ваш день рождения. Весело его и провести. А это был Эван Рай. Специально для Медиан Старс. Всем пока. Всем пока. Лада, как ты думаешь, рисовать это сложно? Если честно, я так и не поняла. Мне всегда казалось, что точно непросто. Но, если верить нашим сюжетам, то все, кто рисовали картины с нуля, выдавали какие-то шедевры. Не поверишь, меня тоже всегда это удивляло. Но я вынесла для себя несколько простых правил. Самое главное, внимательно слушать мастера, верить в свои силы, ну и открыться духу творчества. Ты это говоришь к тому, что сейчас наши ребята будут рисовать? Да, но точно не то, о чем ты сейчас подумала. Я еще ничего и не успела подумать. Давай уже смотреть, а то слишком много загадок. Согласна с тобой. Внимание на экран. Всем привет! На связи Александра Михаловская. И сегодня я подготовлю для вас кое-что интересное. Вы знаете, что такое скетч? В переводе с английского скетч обозначает набросок, зарисовка. Вот и сегодня мне предстоит пройти мастер-класс по архитектурному скетчингу. Звучит довольно серьезно, но очень заманчиво. Пойдемте, чтобы не опоздать. Кстати, мастер-класс ведет художница, дизайнер и архитектор Елизавета Хихлушко. Теперь выбираем понравившийся ракурс, место для творчества и внимательно слушаем художников. Лиза, здравствуйте! Я не архитектор и даже не художник. Скажите, можно ли создать оригинальный скетч, не имея при этом никакого опыта? Да, конечно. Для этого не нужна какая-то особая подготовка, и каждый может с этим справиться. А для начала мы выбираем то, что мы в принципе собираемся рисовать. Выбираем ракурс, с которого будем рисовать. И далее мы продумываем композицию. Для создания скетчинга нам необходим планшет с зажимом, бумага самая обычная, лайнер и карандаш. И все эти материалы у нас предоставлены художественным магазином «Арт-территория». Итак, немного зрудновато. Во-первых, потому что мы на улице, а еще потому что я не привыкла здание рисовать. Как я уже говорила, я не художник, не архитектор, но очень интересно. Советую попробовать. Серьезно, мы дети, нам можно не очень восхитительно рисовать. Ё-моё, это на выставке будут выставлять? Да. Блин, кошмар. Я вот лучше сотру и сделаю вид, будто задумывала так. Ну, это направление довольно популярно. Более того, у нас даже два года проходила выставка скетчбуков. Они несут свою определенную пользу, потому что учат не только фиксировать, например, события или явления, да, или предметы внешнего мира. Своё индивидуальное видение, своё представление, своё индивидуальное выражение каждый привнес на этот листок бумаги. И фриндж-скетч – это же, да, это быстрый набросок, в то же время это твоё эмоциональное выражение, восприятие, да, того объекта. Конечно, это первый шаг, ребята, это, я так понимаю, их первый опыт знакомств. Но, опять же, это даже рассмотреть и родителям, обратить больше внимания на творческий потенциал своих детей, и самим детям. Потому что чем больше мы детям предлагаем разнообразие в детском возрасте по видам деятельности, тем больше шансов у них в последующем, и у нас раскрыть их таланты. Узнали ли вы, что вот новое для себя? Я узнала, что вот этот лайнер, и он как бы фломастер, и как бы не фломастер. Скажи-ка, как ты можешь оценить свою работу? Хорошо. Да, мне очень нравится, хотя я рисовала такую работу в первый раз. Сначала было даже страшно, что у меня какая-то линия уйдёт вбок, вправо, влево. Это было страшно, но потом я поняла, что это абсолютно не страшно. И вот, когда я начала рисовать лайнером, у меня довольно-таки всё хорошо получилось. Этот стиль как минимализм. То есть скетчинг — это сплошные какие-то линии, наброски. То есть, если ты хочешь нарисовать окно, то можешь просто нарисовать рамочку, ещё одну рамочку побольше и просто закрасить. И это получится красивое окно. Ну, в скетчинге. Мне показали, как можно ещё лучше нарисовать 3D. Ну что ж, на этом я, Саша Михайловск, буду с вами прощаться. Познавайте новое и оставайтесь с нами на связи. Ну что ж, всем пока-пока. Подозреваю, что последние 2 месяца больше всего вы ждали именно этого момента. Потому что целых 10 серий мы показывали вам приключения ребят в телевизионном лагере Starway. А сегодня всё будет по-другому, потому что на прошлой неделе вышла наша последняя серия. Ты знаешь, мне даже немного грустно. Я так привыкла к ребятам, что они мне все стали как родные. Я думаю, так было с каждым. Поэтому мы уже с нетерпением ждём следующего лета и новых приключений в лагере Starway. А сейчас давай посмотрим, что ещё интересного нам подготовили наши корреспонденты. Знаем, что это яркое и креативное. Ты права, поэтому смотрим и наслаждаемся. Бонжоу, дорогие зрители! Сова! Меня зовут Эвелина Конопадская. И знаете, почему прямо сейчас я начинаю этот сюжет на французском? Потому что прямо сейчас мы с вами отправимся в новое кафе Сова, где попробуем самые свежие курасаны. А заодно посмотрим, что это за блестечка такое, что тут покушать можно и всякие другие интересные мелочи. Начнём! Сразу хочу отметить необычный интерьер. Стиль лофт, ковёр на полу, в общем, инстаграмный. Так что сразу же хочу поставить лайк за атмосферу. Сразу 8 позиций для кофеманов. Но я кофе не пью. Мне интересна выпечка и всё, что посыднее. Что тут есть? Сразу можно позавтракать, пообедать и даже поужинать. Но я пришла сюда за курасанами, поэтому мой выбор очевиден. Мне, пожалуйста, самый вкусный курасан. Хорошо, подготовьте в течение минуты. М-м-м, как он вкусно выглядит. Мне терпится его попробовать. Давайте скорее приступим. М-м-м, очень вкусный курасан. Сюда я приду ещё раз с папой и мамой. Хочу ещё сказать про бонусы. Они понравятся вегетарианцам, а также хозяевам домашних животных. Для первых, вегетарианское меню есть. Будьте спокойны. Для вторых, кафе Сава Дог Фредли, Кэт Фредли, а даже хомячки Фредли. Находится кафе Сава по адресу Макайонка 3, прямо возле станции метро Московская. Почти центр города. И на этом мой уютный и свежий обзор подошёл к концу. Я, Эвелина Конопадская, ставлю уверенный лайк этому местечку и обязательно загляну сюда снова. Всем пока и до новых встреч. А твоей маме что-нибудь купим? Ну а это все яркие новости на сегодня. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки и рассказывайте о нас друзьям. Ну а это было стильное, яркое, вкусное шоу для всей семьи Медиан Старс. С вами были Даша Максименко и Лада Васильева. И помните, ваши дети могут больше!